Обучились всем премудростям и поехали служить Родине. В воинский эшелон связистов отправился в Центральный и Восточный военные округа. Ребята-срочники на протяжении трех месяцев проходили курсы в Межвидовом региональном учебном центре войск связи. Всего 491 человек. Парни со всей страны постигали науку в Ульяновске. Следующие курсанты у нас начинают пребывать с 26 октября по 3 декабря. У нас происходит комплектование учебного центра и, соответственно, с 9 декабря начнется подготовка. В Ульяновском МРУЦ готовят по 13 военно-учетным специальностям. Илья Порватов из Кемерово распределен на Дальний Восток. Применить знания на практике молодой человек готов. На протяжении трех месяцев мы научились наотлаживать телефонную и телеграфную связь по большому, по малому кольцу. На протяжении обучения мне больше всего запомнилось, как мы развертывали радиостанцию, три машины, выставляли антенны, разматывали катушки. Было долго, но интересно. По ним скучают мамы и папы, тоскуют девушки. Парням осталось служить 7 месяцев в российских военных частях. Разлука не такая уж и долгая. По мнению Ростислава Ермакова, отслужить должен каждый мужчина. Ведь дисциплина и чувства долга окурашают сильную половину человечества. Мужественность. Ты понимаешь себя полностью. Когда ты живешь дома, ты в основном, ну, ни к чему не привязан особо. Ты можешь делать, что хочешь и так далее. А когда ты приходишь в армию, ты уже познаешь себя, познаешь свои мысли и что тебе вообще надо от жизни. Связисты отправились под прощание славянки в исполнении военного оркестра духовых инструментов. Напомним, 623-й Межвидовый региональный учебный центр войск связи действует на базе Ульяновского высшего военного инженерного училища связи. Военный институт работал с 1936 года, но в 2008-м был закрыт. И на его базе создали учебный центр, где и по сей день готовят связистов. Виктория Черкова, Бахтияр Салтанов. Улправда ТВ.